Ураз в жизни прежде всего представить участников нашей конференции это руководители ряда крымских общественных организаций, в частности Рустам Холилов, президент благотворительной организации фонд «Патентарь соотечества». В центре Энлер Катимир Умеров председатель Кенеша Совета Организации Меги Ферка. Справа Крайний Нагир Бекиров, президент Международной Организации фонд исследований и поддержки коренных народов Крыма. Меня зовут Василий Абдураимов, я заместитель председателя Совета общественной организации Меги Ферка. С какой целью мы вас сегодня пригласили на нашу пресс-конференцию? Дело в том, что, как известно, в скором времени будет решаться вопрос состоится, будет или не будет подписано соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Это предполагается, событие предполагается в ноябре 2013 года, в Винлюсе. Но судя по тем событиям, которые мы отслеживаем в информационном пространстве, дело сводится к тому, что фактически все политические силы и правящие, и оппозиционные в один голос заявили о своем предполагаемом выборе, и все готовы аж сегодня подписать это соглашение. Также известно, что руководцы Европейского Союза, члены Европейского Союза, после парафирования Украины и ЕС соглашения об ассоциации два года назад, перед украинским руководством, перед украинской властью были поставлены определенные требования и условия, которые она должна была выполнить, прежде чем это соглашение будет подписано и начнется процесс его ратификации в странах, членов Европейского Союза. Похоже, как бы выполнение этих требований и условий вышло на финишную прямую, и на сегодняшний день, насколько мы проинформируем, осталось Украине принять последние семь законов из того пула, который заказан в Русселе. Пять, как известно, этих законопроектов уже в целом одобрены Верховной Радой Украины, и все это свидетельство о том, что процесс вышел на финишную прямую. Причем эти требования и условия, они предполагают защиту прав и интересов разных слоев населения, в частности, геев, лесбиянок, условия содержания в тюрьмах заключенных, предполагают реформацию судебной системы, прокуратуры и так далее. И при этом абсолютно не учитываются те же рекомендации серьезных авторитетных международных организаций к той же Украине и к той же украинской власти, которые касаются соблюдения Украины международного права, норм и требований Европейского Союза в вопросах защиты прав и интересов коренных народов, прав и интересов ранее репрессированных народов и этнических групп в Украине. Вот по этому поводу ряд общественных организаций, шесть, в частности, общественных организаций, они все указаны в розданном вам заявлении, собрались, проанализировали эту ситуацию и сделали это заявление, в котором указали на эти проблемы. Поэтому я сейчас предоставлю слово каждому участнику конференции, который осветит суть, раскроет более детально суть того заявления, которое вам роздали в качестве пресс-релиз.